Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В гостях у меня сегодня Андрей Хорошилов, генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», который является участником фонда «Сколково». Андрей, приветствую тебя. Да, Денис, приветствую, спасибо за приглашение. Да, я думаю, у нас будет суперклассная продуктивная беседа. Мне очень интересно узнать от тебя как основателя, от генерального директора, чем занимается твой проект «Сохрани лес», что вы делаете? Ну, смотри, проект на самом деле большой и сложный, но если по-простому, чтобы всем было понятно, мы сделали платформу, это мобильное приложение, личный кабинет, в котором человек может или компания отслеживать то, как растет его дерево, начиная с посадки, с фото-видеоотчетами, с геометкой, с геолокацией, ну и, соответственно, каждые полгода будет обновляться статус с прогрессом роста этого дерева. То есть это, с одной стороны, сервис себя представляет, с другой стороны, мы нашли очень много национальных парков, лесничеств, запартнёрились с ними, с теми, которые нуждаются в лесовосстановлении. Как ни является секретом, лесные пожары — это один из прям таких конкретных современных экологических вызовов не только в России, но и по всему миру. Наблюдаем там часто по новостям, Греция сильно горела, Турция, США, Канада. То есть это реально последствия глобального потепления. То есть и в России, Россия не исключение, сейчас цифры близки к катастрофическим. Примерно территория Германии по размеру у нас выгорела, стоит, в которой никто ничего не делает. То есть государство деньги выделяет, но их, к сожалению, недостаточно. И тем самым у нас сложилась отрицательная статистика по воспроизводству утерянных лесов. То есть у нас сгорает либо гибнет больше, чем, соответственно, мы успеваем восстанавливать. Вот. И, собственно, у меня возникла идея, что можно помочь лесу. То есть как раз договорились над парками, оцифровали всё это дело. То есть в мобильном приложении, в личном кабинете вы можете увидеть участок, нажать кнопку и посадить дерево, как мы там шутим за чашечкой чая или кофе по утру. Вот это с одной стороны. С другой стороны, понятно же, что каждый бизнес – это, наверное, продажи прежде всего, потому что мало сделать классный продукт, если ты не умеешь его реализовать и внести в массы. Поэтому, с другой стороны, стоит масштабная задача по поиску. Первое – это сегмент B2C, то есть обычные люди, такие, как мы с вами, которые хотят, желают посадить свое дерево либо свою аллею. В общем, внести какой-то экологический вклад. Ну, наверное, как ты знаешь, у нас каждый мужик должен что-то сделать, ну и в том числе посадить дерево. Поэтому первый сегмент – это как раз целевая аудитория физических лиц. Второе, более интересное – это компании. То есть есть такой термин, как ESG. Вот ООН его утвердило в 2015 году. Это цель устойчивого развития, по которым правители мира собрались и так посчитали, что если всё делать, как делается и ничего не менять, то планете придёт… Короче, не очень хорошо будет с планетой, и там отдельный большой блок связан с экологией. И как следствие этого было принято очень много разных законов. Например, у нас самый такой интересный – это федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов, по которому Россия должна в скором времени, в перспективе, скажем так, 25-30 лет, достигнуть углеродной нейтральности. То есть у нас должно быть так, сколько выбросов производит страна, столько же она и компенсирует. Вот и получается, что часть компаний, ну они сами считают, что это правильно. То есть если они заботятся об экологии, значит это привлекает новую целевую аудиторию, делает бизнес более устойчивым. Не секрет, наверное, там много мы знаем брендов, которые прям сильно заботятся об экологии. Много исследований на эту тему было, которые говорят, что если продукция либо компания как-то связана с эко, то люди готовы больше переплачивать. Ну и, соответственно, мы помогаем компаниям стать более экологичными, запускать классные лесные проекты, восстанавливать очень много деревьев. Ну и третье – это так называемый B2B2C. Как раз, наверное, мы позже поговорим, связанное с моим профессиональным жизненным опытом. Это когда мы делаем какие-то классные, крутые коллаборации с крупными брендами. Например, если знаете, не знаете, в общем, больше всего CO2 углеродного следа выбрасывают в сферу автотранспорта, то есть автобусы, машины. Да, да, очень логично. Да, да, да. И мы так подумали, с кем можно заколлабиться, и договорились сделать совместный проект с Лукоилом. То есть каждый, по сути, у нас житель страны нашей, кто пользуется заправками Лукоил, а их очень-очень много, они могут скачать мобильное приложение Лукоил, и, соответственно, посмотреть, там есть кнопка «Заправился, компенсируй свои выбросы». То есть мы сделали такой крутой интерактивный калькулятор, по которому, когда ты заправляешься, тебе говорят, сколько ты CO2 выбрасываешь, и сразу же тебе предлагают компенсировать свой CO2 путем посадки дерева. Максимально нативно, максимально понятно, и что самое крутое – большой-большой отклик. То есть довольны все, довольны клиенты, довольны представители Лукоила, потому что им светит перспектива стать первой экологичным АЗС. Да, звучит круто, масштабно, я прям понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, а можно, Андрей, я сразу сходу задам вопрос? Я правильно понимаю, то есть, грубо говоря, люди платят деньги за то, чтобы вы помогли посадить дерево. То есть если это большой бизнес, можно там, условно, лесополосу засадить, если это какое-то физическое лицо, это одно дерево, два, там, аллейка небольшая. Ну и, соответственно, вот в эту сумму, которую платит человек, заложена ваша выгода, ну и, соответственно, все расходы на посадку дерева. Да, все верно, все верно. Мы берем на себя полный спектр, потому что если ты захочешь сейчас посадить дерево в лесу, это сделать законно тебе невозможно. Ну, то есть, возможно, тебя даже привлекут к административной ответственности за экоцит, если ты там какой-нибудь сорный вид деревьев, ну, типа березы, посадишь там, где растут, не знаю, кедры, то ничего к хорошему этому не приведет. Вот, и, соответственно, вторая проблема – это двойное финансирование. Как я сказал, у нас большая социальная миссия. Мы хотим реально восстанавливать то, что не восстанавливается. И поэтому моя команда, мои специалисты, они тщательно проверяют документы, чтобы все было с участками под лесовосстановление хорошо. Хорошо. Плюс мы договариваемся о гарантийном так называемом обслуживании, там, от 5 до 7 лет в зависимости от нацпарка, который закрывает такую проблему, как, ну, естественная гибель деревьев. То есть, не все деревья приживаются, то есть, это общая статистика. И в нашем случае все деревья, которые погибнут, лесники посчитают их и досадят ровно то количество, которое погибло. Это тоже такой дополнительный плюс сервиса. Ну и маркетинг. Маркетинг – это сейчас у нас самая большая часть расходов после самих посадок, разумеется, потому что мы считаем, что экологическое просвещение, вовлечение в вопрос должно происходить именно через грамотное, классное позиционирование. Поэтому мы всегда делаем крутые фото, видео, съемки, отчеты, записываем сторисы. Ну, в общем, пытаемся всячески показать, что тема важная. Андрей, еще у меня такой обычный человеческий вопрос. А сколько примерно стоит посадить одно дерево? Вот обычному человеку, который захочет это сделать? Ну, смотри, в зависимости от, опять же, канала продаж, математика проекта так устроена, многие участники, то есть, тот, кто находится в цепочке реализации продукта, получает комиссию с этого, тут скрывать не будут, на это было ориентирование. Получается, сейчас стоимость в лукоиле, например, ты можешь посадить дерево за 250 рублей. Я думал, ты скажешь о более высоких цифрах, там, может, 15-20 тысяч. Слушай, нет, задача как раз сделать продукт массовый, в этом смысл. То есть, понятно, что за 20 тысяч тоже можно посадить. Например, в Сокольниках у нас есть договоры не только с национальными парками, но еще и с парками региональными, ну, то есть, допустим, городскими парками. Но там сажают так называемые крупномеры, ну, то есть, большие деревья, и там стоимость может, там, и до сотен тысяч доходить. Но мы считаем, что это не очень правильно. Ну, то есть, знаешь, когда ты посадил одно дерево где-нибудь в парке в центре Москвы, а мог посадить 2000 деревьев где-нибудь в Сибири, то мне кажется, что лучше, наверное, посадить 2000 деревьев в Сибири. Как будто для кармы это будет лучше. Окей, Андрей, на самом деле, очень крутая задумка. Честно скажу, вот гости подобного плана, как ты у нас впервые. То есть, мы никогда не общались вот на экологическую тему еще, которая подвязана с бизнесом. И у меня родился такой соответствующий вопрос. Ты давно хотел это все организовать, сделать этот сервис? Был ли ты причастен в целом к экологической теме? Вот, возможно, ты обучался на это или с детства хотел этим заниматься? Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, на кого ты учился, и был ли у тебя какой-то другой опыт помимо экологической работы вот в твоей жизни? Ну, смотри, я так скажу, что идея проекта возникла достаточно спонтанно, ситуативно, но при этом как будто бы всякие триггеры были всю жизнь. Я сам родом с Краснодарского края, с небольшого города Новокубанска, там 35 тысяч человек всего проживает. И что удивительно, гербом Новокубанского района является казак, который сажает дерево. И, соответственно, возможно, вот эта мысль поселилась мне еще с детства, но к реализации я подошел совсем недавно. У меня три высших образования. Заканчивал первое высшее юридическое, высшее юридическое получается, Краснодарский университет МВД заканчивал. Потом была аспирантура в пединституте. Ну, в общем, как-то развивался, и это все было не связано абсолютно никак с экологией. То есть об экологии я знал ровно то, что у нас там общество знаний в школе рассказывали. Но сама по себе история с экологическими проблемами, она мне всегда была близка. То есть я не понимал, почему так, почему не сделать все по-другому. Ну, и получается, когда я решил, что надо как-то развиваться, и уехал из Краснодара, получается, в Москву, устроился работать юристом сначала. Тогда это еще была небольшая компания. Отработал я в ней 10 лет. Когда я увольнялся, я был управляющим директором, коммерческим директором и стал ее акционером. А компания, собственно, превратилась из юридической конторы с 10 специалистами в полноценный холдинг, у которой почти 500 человек и представительства в разных странах. Я, можно, тебя на этом моменте перебью, Андрей, и задам вопрос. Вот, слушай, ты сейчас сказал, что компания очень активно развивалась, за 10 лет выросла в огромный холдинг. Ты по карьерной лестнице достаточно высоко продвинулся, стал акционером. А что стало причиной того, что ты решил уволиться? То есть, казалось бы, да, стабильность, понятный план на несколько лет вперед, это точно. Я уверен, хорошая мотивация в виде заработной платы, но, тем не менее, ты там не остался работать. Вот что стало причиной? Какой-то конфликт или, возможно, недопонимание? Да, это интересный вопрос. Я, когда уволился, поехал на юг к родителям. Ну, вот они еще не знали об этом. И я говорю, вот, как вы думаете, если будет человек, который там работает в большой компании, не получает, там, ну, сказал, сколько денег получает. У меня там машина у меня была, ну, как этот работодатель. Ну, в общем, короче, у меня нормально, в принципе, был соцпакет. Говорю, решит уволиться. Ну, отец сразу у виска покрутил, сказал, что это, ну, ненормально. Ну, то есть, это неправильно. А у меня в это время было, знаете, как, ну, максимальное осознание того, что я делаю правильно. Почему? Потому что как раз, когда ты делаешь карьеру, когда ты развиваешься, причем, когда у тебя карьера растет не просто потому, что ты больше всех там просидел в компании, да, и пересидел, а именно когда ты был драйвером и изменений, и роста компании, то у тебя отпадает сам страх, что может что-то не получиться. В моей ситуации я, ну, параллельно инвестировал в разные проекты. Я очень, ну, мне интересен, интересен был FinTech и LegalTech, то есть юридические технологии, финансовые, и несколько стартапов, они, ну, взлетели и начали, в принципе, приносить доход, который значительно был больше, чем моя зарплата. У студии RedBarn новый релиз. Подкаст «Финтех не любит тишину» совместно с Ассоциацией Финтех. Он будет полезен всем, кто следит за рынком финансовых технологий, как он меняется, что специалисты внедряют и какие тренды нас ждут в ближайшие годы. Все это Мариана Данилина обсудит вместе с приглашенными экспертами. Первый выпуск посвящен DevSecOps и OpenSource. Его можно послушать на аудиоплатформах или посмотреть на YouTube. Ссылка в описании. Подкаст записан в коллаборации с Ассоциацией Финтех. Переговорили с основным собственником компании. Я еще полгода доработал. В принципе, я уходил нормально, без всяких историй. Договорились, что меня сложно было мотивировать. Была сначала идея, за что я держался. Это то, что мы хотели сделать IPO. Но когда начались эти сложности всякие, сначала коронавирус, потом все остальное, то видно было, что все откладывается, откладывается. А мне уже хотелось... Я верил в свои силы и очень хотелось сделать что-то, когда ты не играешь в корпорацию, когда решения принимаются быстро. Наверное, поэтому я еще не пустил ни один инвестиционный фонд к себе в капитал. Хотя предложений таких достаточно, потому что мне как стартапу важна гибкость, скорость принятия решений, чтобы я ни от кого не зависел. И если утром мне пришла идея, что можно сделать что-то классное, то к вечеру мы уже это можем вполне реализовать. Если ты работаешь в большой корпорации, даже будучи акционером и топ-менеджером, у тебя на это решение этой задачи может уйти месяц, два, три. А к этому времени уже и рыночная ситуация может измениться. Ну, то есть у тебя реально скорость принятия решений в большой компании, то есть вот эта вся, ну да, грубо говоря, бюрократия, она тебя немного демотивировала. Слушай, бюрократия и, наверное, этот кризис, не то что там среднего возраста, но близкий к этому, когда ты начинаешь думать о том, что, может быть, ты способен на что-то большее. Ну, тут, ну, в общем, внутри что-то меня подъедало, что надо уйти в свободное плавание. И что за самыми большими страхами, как-то самые большие возможности. Вот решил попробовать. Слушай, а сейчас чуть-чуть поподробнее по поводу места, куда ты инвестировал. Я правильно понимаю, то есть ты инвестировал свои деньги в начинающие стартапы, которые в итоге выстрелили, и твой пассивный доход реально оказался выше, чем заработная плата там, где ты работал? Да, ну, абсолютно так. Но инвестировать я начал еще, будучи коммерческим директором компании. Ну, то есть я инвестировал, условно, и не только свои деньги, но и деньги организации. То есть это первичный мой опыт был. Делали, ну, много, несколько классных сделок сделали. Например, может быть, слышал про сервис такой, налогия называется. То есть сервис по автоматизации подачи налоговой декларации. Две компании на рынке крупные есть, НДФЛ и налогия. Вот налогию как раз я покупал и потом развивал. Были акционеры, один из инвестфондов Финама, ну, это брокерская компания. И, собственно, мы эту компанию за два года вырастили, там, что-то в 10 раз она выросла. Ну, то есть работающий, вполне успешный бизнес. Такой первый был опыт. При этом был опыт создания с нуля направлений стартапов. То есть компания начинала, например, заниматься изначально онлайн-юристом. Ну, то есть оказывала 2-4 на 7 юридические услуги. Тоже там через мобильное приложение, в общем, ну, много всяких фишек было. Ну, и потом, соответственно, когда приняли закон там о телемедицине, то возникла идея, типа, чем отличаются юристы от врачей. То есть если мы смогли научить юристов давать там по 32 консультации в смену и не разводить клиентов на дополнительные деньги, а оказывать качественный сервис в моменте, не говорить, что это надо в суд идти, там, документы посмотреть, а реально, ну, типа, алгоритмизировать, то почему нельзя это сделать с медицинскими услугами? И вот там я и команда, мы запустили тоже сервис «Теледоктор-24», тоже один из лидеров рынка. Поэтому, короче, опыт создания цифровых продуктов у меня был. И самое главное, что я знал, как это дело продавать. То есть у меня основной профиль был – это партнерские продажи. То есть продавали мы продукты эти через банки. Я думаю, что ты, там, какая-то часть слушателей 100% является клиентами моего бывшего работодателя, где я остался акционером. То есть если у тебя там есть премиальная карта, ну, там, топ-5 банков, и там у тебя есть юридический консьерж, то это, ну, скорее всего, мои коллеги оказывают. Ну, то есть достаточно масштабный был кейс. Из топ-50 банков 35 продавали мои услуги. Ну, и, соответственно, это добавляло мне уверенности в том, что я подключал эти банки как раз непосредственно я. То есть я понимал, что я смогу реализовать такой масштабный проект, как «Сохрани лес». А сам по себе проект возник, знаешь, не то чтобы случайно, но когда я уже понял, что я буду увольняться, у меня мысль, это где-то года два, наверное, зрела. Ну, то есть каждый раз я придумывал какую-то мотивацию, почему не уходить, почему еще остаться. Ну, в общем, придумывал себе разные задачи. Вот, и начал там общаться с ребятами. Я говорю, какие вообще тренды сейчас, ну, там, допустим, в финансовом секторе. И все начали говорить про эти вот три буквы – ИСЖ, ИСЖ, ИСЖ. Начал читать, вообще, ну, ничего не понятно. То есть все об этом говорят, все это хотят, но никто ничего не понимает. И, ну, мне показалось, это перспективная история. Когда что-то трендовое, ну, никому ничего не понятно. Вот, начал изучать опыт европейский, американский, азиатский, шерстить, там, интернет, что на эту тему есть, там, топ-50 экологических проектов, там, США, Европы. И понял, что там это дело, ну, прям конкретно развивается, там, единороги есть, большие компании, а в России, ну, абсолютно никак. Вот, и, соответственно, решил попробовать сделать такой сервис. Я не скажу, что это что-то уникальное, то есть если вы, ну, что может быть уникального в том, что ты сажаешь деревья по всей стране. Ну, то есть это делают миллионы людей каждую весну или осень. Ну, то есть в этом нет ничего уникального. Уникальный является только опыт и подход, как это реализовать, как организовать команду, которая это будет делать, как ее замотивировать, ну, и как, соответственно, продать большому полу людей. У меня такая вот пока первичная, ну, мечта или как цель. Вот я думаю, что если будет, допустим, 100 тысяч человек, которые ежемесячно, там, по 100 рублей донатят, тему, там, посадки деревьев, то это уже будет, ну, успех, и я смогу тогда сказать, что, ну, проект удался. Хотя, так если посчитать, ну, мы уже больше 200 тысяч деревьев так посадили, исходя из того, что проекту там еще двух лет, вот два года будет в апреле. Сам понимаешь, наверное, время для экологии, ну, я выбрал не самое лучшее, потому что не самое стабильное, скажем так. Я когда сервис запускал в апреле, ну, и компанию регистрировал 22 апреля, а сами мысли, ну, что я точно буду это делать, возникли там до Нового года, и когда там февральские события начинались, мне все мои там знакомые, друзья крутили у виска и говорили, Андрей, это, ну, сейчас не елки нужно сажать, а другими делами нужно заниматься. Я всем, как бы, грамотно обосновывал, что все это, конечно, понятно и не очень, как бы, хорошо, что все так происходит. Тренд-то на экологию, он глобальный, то есть это не зависит, там, от России, либо еще чего-то, это, ну, мировая потребность, людей парит экология, леса горят, вне зависимости от вообще того, что бы не происходило, и это привлекает внимание. То есть кощунственно звучит на самом деле, но начиная с мая у меня появляется, ну, естественное, как это, естественное УТП и такой аргумент, почему надо сажать леса, потому что они реально горят. И то есть включаешь телевизор, там, интернет, и каждый день, типа, первые сводки, это горящие леса. Горит Сибирь, там, Якутия. Вот как раз полтора года назад горела очень сильно Рязанская область, и там Москва опять затянула смогом. То есть я им когда говорю, ну, вот леса горят, они говорят, ну, да, 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 мы помним. Вот это упрощает процесс реализации продукта. Как бы это, как я ни выразился, так кощунственно не казалось. Слушай, а мы сейчас еще продолжим говорить по поводу команды, потому что мне тоже хочется отдельно поговорить на эту тему конкретно, кто у тебя занимается посадкой, как устроена логистика, откуда вообще берется сырье и так далее и тому подобное. Но я сейчас хочу предложить перемотаться немного назад. На тот момент, когда ты еще работал в компании, где ты был акционером, управляющим, вот ты начал уходить оттуда, когда ты понял, что стартапы, в которые ты вкладываешься, начинают, ну, скажем так, выстреливать. А какой у тебя тогда был план? То есть чем ты планировал заниматься? Ты планировал дальше помогать развивать начинающие сервисы, начинающие стартапы? Или же просто получать какой-то пассивный доход, дивиденды от того, что ты вкладывал ранее? Если честно, изначально у меня был план, что я в 35 лет завершу работать. Ну, типа, это, знаешь, как движение FIRE. Типа, выйду на досрочную пенсию, денег у меня будет достаточно. Вот, но потом, когда уже денег стало достаточно, я понял, что, ну, так не получается. Ну, то есть я не могу без дела сидеть. То есть, да, я, ну, не кривя душой могу сказать сейчас, что деньги – это не основной фактор, почему я занимаюсь тем или иным проектом. То есть он важный, безусловно, потому что бизнес, если он не приносит денег, он перестаёт быть бизнесом. Получается, экспертиза, да, я понял, что у меня хорошо получается развивать… в общем, что я могу развивать проекты и могу видеть тренды. То есть вот это, наверное, одно из ключевых моих качеств. То есть, так как у меня высокая насмотренность к рынку, командам, к людям, то есть я мог понять, что выстрелит, а что не выстрелит. Но у меня конверсия достаточно такая позитивная. Наверное, из десяти проектов вот прям откровенно не взлетело два. Все остальные так или иначе живут, либо были проданы и, ну, либо развиваются, и всё там хорошо. Слушай, есть вопрос, чтобы более подробнее понять всё-таки, что ты делал. То есть ты проходил к собственникам, которые задумывали какую-то компанию, какой-то стартап у них есть, и ты предлагал свои услуги по развитию, или ты и был тем собственником, который придумывал эту идею? Да, Денис, тут всё работает намного проще. Если ты что-то умеешь делать хорошо, то клиенты, люди тебя находят сами. То есть так это происходило и со мной. Ну, я в редких случаях кому-то там навязывался, ещё что-то делал. Сами люди находят и там просят им как-то помочь. Во-вторых, это разные pitch day, акселерационные программы. То есть мне было интересно смотреть, чем занимаются другие, слушать презентации стартаперов, смотреть, как они позиционируют, как они развиваются, и там как раз происходил нетворкинг, и всё. То есть у меня открыты соцсети, я достаточно не скрываюсь, каждый может мне написать, много публикаций выходит в СМИ, поэтому люди сами как-то находят. Ну и как раз, знаешь, когда у тебя такая тусовка, получается, окружение предпринимательское, то оно там через 2-3 рукопожатия всё и решается. А с точки зрения прямого ответа на твой вопрос, так и так, то есть есть проекты, в которые я живые деньги инвестировал, есть проекты, в которые я инвестировал только знания. Слушай, наверное, ещё один из последних вопросов касаемо твоей основной работы по найму, где ты находился, было ли конкретно страшно уходить с этого места работы? То есть был ли какой-то страх, сомнение или вот железобетонная уверенность в том, что всё будет хорошо? Ты знаешь, я уже оглядываясь назад, иногда сам собой рассуждаю на эту тему. Не то, чтобы я сумасшедший, а просто занимаюсь самоанализом. Вот, наверное, прыгать с парашюта, с парашютом мне было страшно. Но я прыгал, шёл на это осознанно. А вот уйти с работы, это проще, знаешь, как привычка. Ну, то есть, когда ты каждый день встаёшь в 7.30, идёшь в зал, потом приходишь к 10 в офис и сидишь до 7 часов, и так на протяжении 10-12 лет. А ещё, короче, самый главный наркотик – это смс, которая приходит два раза в месяц тебе, типа 10-го числа и 25-го. И ты думаешь, блин, а почему она не приходит, и как же ты будешь жить без неё? Хотя, если посмотреть объективно, то ну а что с этого хорошего? Ну, то есть, ты просто сам себя тормозишь в развитии. Ну, и я когда понял, что условно путь достижения моих каких-то личных целей, будучи в свободном плавании, в своём бизнесе, я могу пройти в 10 раз быстрее, чем это я буду делать в рамках компании, то выбор был очевиден. И был бы, знаешь, наоборот, страх оставаться. То есть, я просыпался каждый раз с мыслью, что я что-то делаю не так. То есть, что-то не так, что-то не так, что-то не так. И вот всё в один момент. Просто главное сделать шаг. Вот кто с парашютом не прыгал, всем рекомендую. Очень страшно. Особенно, когда ты там кукурузники эти, они ушатанные все там в 60-х, 70-х годов многие. Парашюты старые, не всегда новые. Я без инструктора прыгал, мне было интересно самому сделать шаг, типа, ну, там, как десантник, там, сколько там, тысяча метров было. И вот реально, я же, я ещё сам последний прыгал из группы, я видел у людей страх в глазах, и их страх и мне как бы передавался. Но зато это такой жизненный опыт. Просто делаешь шаг, доверяешься жизни, ну, судьбе. То есть, если там тебе суждено разбиться, то ты там разобьёшься так или иначе. Если не здесь, то в другом месте. А если тебе суждено прожить долгую счастливую жизнь, то что сопротивляться, раз ты тут уже оказался в этом самолёте. Вот, и после этого, ну, мне, например, это очень сильно помогло. Я всегда сравниваю с этим. То есть, вообще всё легко. Ну, и, наверное, ещё один важный момент – это уметь критически к себе относиться. То есть, и критически, и объективно. Многие предприниматели и даже люди, которые планируют стать стартаперами, которые задумываются об уходе, у одних есть неоправданные амбиции. Ну, то есть, если ты нифига ничего не читаешь, не изучаешь и прослушал два курса инфо-цыган о том, что нужно верить в лучшее, и всё будет круто, а при этом у тебя ни знания, ничего нету, и ты там берёшь кредит по льготную ипотеку и деньги местного строительства дома вкладываешь в магазин на Валберес, то, как по мне, это самоубийство. То есть, это прыжок с парашютом, только без парашюта. А если ты профессионал своего дела, занимаешься чем-то долгое время, ну, допустим, если ты хороший стоматолог и отработал 10-15 лет в государственной клинике, то дело же времени, пока ты не уйдёшь и не откроешь свою собственную клинику. Ты же знаешь, что ты можешь хорошо делать зубы. Соответственно, у тебя есть куча положительных отзывов. Ну, то есть, шанс прогореть в этой ситуации, он минимальный. Ровно так же и я оценивал, когда принимал решение. Тоже родился такой вопрос. Жалел ли когда-нибудь, что ушёл, вот скажем так, с достаточно высокой должности, со стабильности, или таких моментов никогда не возникало? Нет, я вот в этом плане, ну, не особо сентиментальный. Просто, знаешь, когда, ну, это, кстати, тоже как совет. В общем, если ты занимаешься бизнесом своим, и только ты начинаешь его развивать, то тебе некогда жалеть. Ну, то есть, ты просто фигачишь там в режиме многозадачности, 24 на 7, и просто нет на это времени. А жалость, это же такая история, ну, это всё в пользу бедных, знаете, я так считаю. Что жалеть-то? Слушай, нет, я имею в виду, мало ли, твои, скажем так, ожидания, которые ты хотел получить от самостоятельного плавания, они, ну, не соответствовали реальности. То есть, ты, например, там, хотел золотые горы, этого не получалось, или наоборот, в лучшую сторону это происходило. Я про такие вещи, то есть, не выбор, скажем так, в сфере развития, а именно финансовые показатели, которых ты хотел достигать. Финансовые показатели – это всё, конечно, хорошо, но как оценить, ну, допустим, там, свободу, свободу действий, свободу путешествия, перемещения, мысли? Вот нас там слушают много людей, наверное, и вот просто задайте себе вопрос, когда вы работаете в найме, и у вас вот эти вот там крысиные бега, да, каждый день, типа дом, дом, работа, дом, работа, когда вообще подумать о том, ну, о жизни подумать. То есть, для людей реально становится важным ходить на работу, но не важным подумать о своём развитии, ну, вообще о своём месте в этой жизни, там, самоактуализации, самореализации. И я в моментах, ну, это осознал, то, что я думаю о, там, работе, о работе, о чужом, по сути, бизнесе, больше, чем о себе. И знаете, как надо себя любить же, ну, заботиться о себе, потому что вы, как ни странно, самый дорогой себе человек, ну, чисто с философской точки зрения. Поэтому и такие решения. Слушай, у нас как раз остаётся около пяти минут о том, чтобы поговорить, как устроен внутри твой проект «Сохрани лес». И меня действительно заинтересовал вопрос команды. То есть, как, вот, например, я, как обычный человек, решил задонатить, да, приобрести посадку дерева. Что происходит дальше? То есть, эти деньги получает компания. Откуда закупается, да, сам саженец, если я правильно выразился, откуда берётся команда, которая приезжает конкретно в то место, куда выбрал инвестор посадить дерево? Можешь немножко рассказать внутрянке, сколько у тебя человек находится в подчинении, в команде? Вот, насколько сложно всё это устроено? Ну, смотри, сразу скажу, что Россия сложная с точки зрения, там, климата страна. Деревья у нас сажают два раза в год. Это конец апреля-май и, соответственно, конец августа по октябрь. Поэтому организация самого процесса посадок, она, я бы сказал так, не такая сложная, не такая критичная. То есть, если вы купили дерево сегодня, то есть, там, в феврале, то, получается, дерево будет посажено весной. То есть, у нас, у нашей команды есть как раз время для того, чтобы это подготовить. Так как я ничего не соображал в этом процессе, то я нанял человека, который, в принципе, всю свою жизнь занимался взаимодействием с лесничествами, с национальными парками. То есть, у меня есть Наташа, которая этим занимается. Она организовывает весь процесс под ключ. Как она это делает, ну, я могу только восхититься, потому что иногда бывает там заказчик, который вот, мы сейчас запустили проект с Почты России. Каждый, кстати, клиент может прийти в Почту России и задонатить сколько захочет, там, от 50 рублей. И у них вот запрос был, нужен национальный парк в Мариэл, ну, типа, участок. Ну, и как она это сделала, как она нашла, я не знаю. Если просто звонить в национальный парк, просто вот вы хотите позвонить туда, вам никто не ответит, потому что там лесники, они секретари. Получается, она этот вопрос закрывает. Но мы стараемся, так как законодательство сложное, и все сеянцы, которые там сажаются, сеянцы, саженцы, без разницы, как их называть, они должны там соответствовать всяким ГОСТам, стандартам. Вот мы стараемся возложить всю эту задачу на нацпарк. Ну, то есть, чтобы он в рамках нашего договора все это дело реализовывал. А мы только контролировали это все дело юридически и физически. То есть, у тебя конкретно нет в команде тех людей, которые приезжают, вот в робе, в рабочие, лопаты берут, сажают эти саженцы. Все приезжают, все сотрудники приезжают. Я скажу больше, все сотрудники других моих компаний тоже приезжают на посадку. Даже так? Всем это нравится. Вот не потому, что мы их заставляем, а просто, типа, когда ты в лесу сажаешь... Ну, представь, ты сам можешь... Кстати, да, будем сажать на йоге, позову тебя обязательно, приедешь, посмотришь, как это выглядит. И когда, поверь, ты посадил, допустим, 500-700 тысяч у деревьев за день, и просто смотришь, и целый, типа, лесок вырос, у тебя энергия вообще в космос уходит. И у нас, ребята, вообще никого заставлять не надо. Мы сами приезжаем, мы лопаты, там, не бог весь, какая задача, несложно. Денек провести, попосажать лес, вообще вполне нормально. Так же делают и компании, почти все, которые заказывают посадки. Они приезжают со своими сотрудниками, проводят эко-тимбилдинги, послушать рассказы лесника, полевая кухня. Очень романтичный бизнес, хоть и технологический. Я забыл, что мы с тобой не поговорили о том, как начался путь сервиса «Сохрани лес». То есть ты вкратце рассказал, что эта идея возникла спонтанно, ты о ней как бы думал, но реализация возникла спонтанно. Расскажи тоже подробнее. Ты привлекал инвесторов, или же ты самостоятельно это как-то развивал, изучал? Вот в двух словах, как это было? Как это обычно бывает в технологических стартапах, то есть компания родилась с презентацией, то есть стала называться PowerPoint-компания. То есть была презентация, у которой было 10 слайдов, в которую я постарался писать основные концепты продукта и стадии развития. С этой презентацией я прошелся по всем своим друзьям, которые работают в крупных компаниях, корпорациях, которые как-то могут принимать решения. Ну и спросил у них, интересно было бы тебе запустить такую штуку. Купил ли бы ты у меня вот это дерево? И так как у них ценз доверия ко мне высокий был, высокий в плане того, что знали, что не возникнет у меня мысли типа 1000 рублей взять и дерево не посадить, то у всех возникало только один вопрос, сколько это стоит. И я как раз там эластичность цены проверял, называл цифры от 1000 до 10 тысяч, ну и понял, что типа до 5000 все готовы платить. И в ходе вот этого моего похода, ну, наверное, встречи 30 я провел примерно, часть людей выразила желание поучаствовать в этом проекте, то есть проинвестировать. Но так как у меня денег своих хватало, то я всем почти отказал, но вот один Вячеслав, тоже компаньон мой там по другому бизнесу, он оказался максимально настойчивый, он сам с Иркутска, с Байкала, вот тема посадки леса для него очень актуальна, он прям какую-то свою жизненную миссию тоже в этом видел. И вот он уговорил меня, я ему разрешил условно войти в бизнес, 15 процентов я ему продал по оценке 100 миллионов. Первый инвест-транж был как раз от Вячеслава, 15 миллионов рублей. Суммарно мы сейчас потратили за два года, наверное, около 30 миллионов. Это ты на развитие имеешь в виду? Ну да, да, да. Я называю это, знаешь, как реинвестирование. Ну то есть прибыли я не вытаскиваю, зарплата мне там что-то 100 тысяч, я сам, ну, по закону там сколько-то надо платить, ну, короче, по минимуму. Все остальное, это, получается, идет в развитие проекта, то есть любая какая-то прибыль есть, мы все направляем в реинвестирование. Дальше, так как я был достаточно подкованный с точки зрения юридической и маркетинговой, мы стали резидентами Сколково, эти кластеры, ну, участниками. Получили различные налоговые льготы и пару даже грантов на маркетинговое продвижение. Если там кто не знает, всем рекомендую использовать либо технопарки, либо там тоже самое Сколково, в Казани Иннополис есть. То есть государство реально вкладывается в эту историю для понимания, в Сколково у тебя до миллиарда, ты не платишь НДС, не платишь налог на прибыль. Ну, это вообще крутая история. Плюс на всякий там неокр тебе компенсируют расходы. То есть поэтому тоже рекомендую. Ну, и это в том числе участие в Сколково дало новый импульс. То есть начали появляться клиенты, совокупность факторов. Ну, все зарегистрировал контору, начал активно двигаться. Первые продажи я хотел как сделать? Я хотел протестировать абсолютно все гипотезы маркетинговые, ну, там, как я сказал, там B2B, B2C и партнерский канал. И как раз за первые 7 месяцев мы сделали, по-моему, 30-32 миллиона выручки, и мы оттестировали все каналы. То есть я в каждом канале получил продажу. То есть это важно. То есть я максимально сконцентрировался именно на продажах сам, на маркетинге и продажах. А команда занималась налаживанием контактов с нацпарками и выстраиванием IT-инфраструктуры. То есть мы приложуху сделали, сделали личный кабинет, изобилити, UX и всякие-то эти, знаешь, модные эти, модные штуки. Ну вот, и, знаешь, когда мы запустили там проект с московской биржей, с той же самой, они нас закупили там 10 гектаров леса, то мне уже намного легче стало продавать. Ну, то есть не надо никому ничего доказывать. То есть компания номер один, которая, по сути, является там, общается со всеми публичными компаниями, она сказала, что да, сохрани лес, нормальные ребята, с ними можно сажать. Ну и все, это мы включили в презу и побежали еще быстрее. Слушай, круто. А какие вот вообще дальнейшие планы у «Сохрани леса»? То есть, может быть, какое-то масштабирование, может быть, выход за рамки России, и, может быть, СНГ и так далее, и тому подобное. Да, 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 да. Хочу сажать минимум по миллиону деревьев в год. Ну, такая, типа, знаешь, пока первичная такая у меня задача. Активно, да, смотрим и толкают меня попробовать на других рынках подвигаться. Потому что из-за санкций не все получается делать. А запись у себя можно отключать, если Арина рядом. Смотрим также СНГ, там Беларусь, Узбекистан, Казахстан, ну, Казахстан вообще как бы это близкая там по духу, по законодательству локация. Смотрим также на Эмираты, но там все тяжело и сложно. Там же еще климат, да. Да, климат, но они на самом деле очень сильно и хорошо продвигаются в этом плане. Они хотят вообще стать самой зеленой страной, я не знаю как, там мангровые плантации посадить. Ну, не столь важно. Важный вопрос в другом, что ты очень сильно расфокусируешься. То есть, у меня был опыт пооткрытию представителей в других странах, и это сильно влияет по основному бизнесу. Я пока, стратегия у меня простая, что мы должны максимально захватить рынок, чтобы у всех людей, кто подумал, что нужно посадить дерево, у них ассоциировалось это с сервисом «Сохрани лес». И там, может быть, с Андреем, как с ее основателем. Ну вот, и это первично. Как мы только эту задачу выполним, то, конечно, уже можно будет масштабироваться на другие страны. А пока фокус именно на захват рынка, захват и формирование рынка в России. Понял. Слушай, круто. По-моему, Андрей, очень такая, знаешь, душевная, интересная история получилась. Заглянули и вовнутрь проекта, и твой путь разобрали, и мысли твои по поводу предпринимательства услышали. По-моему, суперздорово. И я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать. Ну, отлично. Буду рад, если кого-то вдохновит. И, знаешь, еще буду больше рад, если кого-то вдохновит на какой-то экологический, социальный бизнес. То есть, не только просто зарабатывать денег. Сейчас в информационном обществе в нашем очень много есть способов, как заработать какие-то деньги. Небольшие, большие. Но, знаешь, как заработать деньги и видеть, что ты сделал, ну, то есть, как это повлияло на твой город, на твою регион, на твою страну, на тебя лично. Вот это, мне кажется, желаю, чтобы каждый нашел такое призвание и реализовал хотя бы один в жизни такой проект. Когда, ну, как у меня совпало, что я, обладая профессиональными качествами, нашел то занятие, которое меня максимально бодрит, ну, с точки зрения моей души, сердца и мысли. Вот. И это вообще идеальное совпадение, тогда у всех все будет хорошо, и бизнес будет развиваться, и не будет всяких сомнений, переживаний, а будет прям сплошной поток успеха. Друзья, ну, это был подкаст «Надежда и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Андрей Хорошилов, генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес». Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях, также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеокостингах, ну, а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Андрей, спасибо тебе большое. Да, пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok